Его морили голодом, не давали воды, сажали в карцер. Власти требовали расстрелять мятежника без суда и следствия. В 1965 году на Первомайской демонстрации иродивый старец совершил беспрецедентное деяние. Сжег 12-метровый портрет Ленина, уничтожил идола того времени, встал на трибуну и громогласно проповедовал Бога на глазах у тысячи людей. Мне было его жалко, что он сделал. Ну, пусть бы он этот Ленин и висел бы, ну, чего он его сжигал? Но сейчас я на это смотрю, что он совершил величайший поступок. Это, знаете, это мужество, огромное мужество, огромная вера. Это до небес доходящая вера. И это величайший поступок с его стороны. Он превосходит, я не знаю, мученичество – это еще одно. А он так вот пошел с такой радостью на мученичество. Это величайший подвиг. Он был этим рад, что он такой фейерверк устроил. И когда пришли его, конечно, чтобы задержали, он был в восторге от того, что вот сейчас за Христа его будут мучать. Когда его задержали, причину своего поступка батюшка объяснил так. Вы повесили портрет Ленина и написали на нем «Слава великому Ленину!» Слава не этому приспешнику сатаны, а Господу нашему, Иисусу Христу. Это был великий подвиг, и он превосходил исповедничество первых веков. Его схватили, долго били, пытали, прости им, отче, ибо не ведают, что творят. Повторял он слова Спасителя тем, кто истязал его. Старца должны были расстрелять, но заступничеством Пресвятой Богородицы расстрел миновал его. Его признали сумасшедшим, выдав справку с диагнозом. «Психопатическая личность верит в Бога и ангелов». Удивительно, в этой справке еще одно. Номер справки оказался 666-м. Дабы заранее запугать обвиняемых, следователи прибегали к подобным ухищениям. За 15-20 минут до начала допроса им зачитывали заранее подготовленный текст подробным описанием тех истязаний, которые им пришлось бы испытать. Порой ожидание продолжалось больше часа. Точно так же произошло и в случае с отцом Гавриилом. Его вывели из камеры. В должностное лицо позвонило следователю и спросило, заводить его или нет. И тут-то началось то, чего никто не ожидал. Вместо обычного строгого ответа следователя послышался его глухой шепот. «Я сам выйду и все выясню». И это тогда, когда в других случаях пойти спецотряда насильно заводили обвиняю в кабинет. Следователь вышел. С огромным почтением он обратился к отцу Гавриилу на «Вы». Спросил он «Кто вы?». Отец Гавриил, как обычно, начал «Я пыль, ничтожество». И затем он начал рассказывать свою биографию. Через какое-то время следователь прервал его, задав тот же вопрос, несколько переиначив его «Кто вы для Господа Бога?». Затем он продолжил. «Пока вы ждали, ко мне заходила женщина в старинной одежде и сказала, ради Господа Бога стоит освободить того человека, который ждет вас в коридоре. В противном случае ни вам, ни вашей семье, ни вашим потомкам в нескольких поколениях не будет Божьей благодати». Но все спросили, какая женщина, пока мы сидели здесь, никто не выходил, не выходил из вашего кабинета. Следователь описал эту женщину, и отец Гавриил с невероятным блеском в глазах сказал, это была Пресвятая Богородица. Старец Гавриил часто рассказывал, как он совершил поджог портрета Ленина. Но все это он рассказывал с таким юмором, что мы смеялись. И не чувствовали, сколько пыток он перенес после этого. Он совершил не только поджог, но после того, как он спалил портрет, он встал на трибуну и начал проповедовать христианство. Так отец Гавриил вспоминает факт ареста. Набросились на меня солдаты и утащили, как Христа ведут. Поднимаюсь по лестнице и понимаю, что дом правительства горит. Тревога, пожарные команды приехали. Обливали водой портрет Ленина со всех сторон. Вы представляете, что там творилось? Всякий ЦК и ТК, они все задавали вопросы. А я думаю, Господи, помилуй меня. Я молился по-своему. Господи, Ты же везде, помилуй меня. Сижу с крестом на груди, а они кричат. Ты знаешь, что Ты натворил. Не избежать Тебя расстрела. Я встал, перекрестился и сказал. Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои. Разум человеческий не может постигнуть чудес Твоих. Этим он показал, что идолопоклонство – это недопустимая вещь на земле. Надо любить Бога, а не Ленина. Слава не Ленину, а слава Тебе, Боже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова